привет друзья привет вы на канале моя теплая африка вот и пришло мое время рассказать где работаю в гане в этой теплой африканская стране последние 20 лет давайте все по порядку итак это мой город город навронго он является столицей региона косына нанкана это значит что два главных языка на которых говорят люди этого региона косын и нанкан ну а основной язык всего государства гана конечно английский который встречается везде и на предприятиях и в школах а вот недалеко виднеются общежития студентов то есть сельская жизнь постепенно переходит в городскую или как говорится в сказке направо пойдешь город найдешь а налево пойдешь сельскую зелень чистый воздух и спокойствие найдешь вот такая красота и студенческие общежития от университета они вот такие двухэтажные выстроены один за другим студенты также могут жить и в частном секторе вот например хозяин сдает три дома нескольким студентам приличное жилье хорошие условия ну а это уже дорога в городе которая ведет кампус университета его лучше всего увидеть сверху с помощью дрона обратите внимание какое живописное место где находятся аудитории для лекций офисы и библиотека здесь можно выучиться начиная с бакалавра до аспирантуры включительно у нас много факультетов различных прикладных наук ну вот для примера факультет информационных технологий где я преподаю менеджмент и бизнес итак мои студенты и многие из них приехали из разных частей страны в том числе очень многое из столицы ну а это мои студенты третьего курса и у нас с ними отличные отношения ведь молодые люди в гане хорошо воспитаны поэтому учить здесь одно наслаждение это уже после лекции зашла студентка четвертого курса они уже почти выпускники она староста это был последний день учебы или занятий я собрала их работы и через неделю у нас экзамены в сентябре никакой студент не радуется что учеба уже позади что можно немножко отдохнуть перед экзаменами итак сколько же стоит учеба этих молодых людей в нашем университете заметьте что наш университет государственный и они платят примерно 200 300 долларов за год учебы эту сумму они платят на специальностях относящихся к прикладным наукам и компьютерным технологиям хотя например в других университетах где предлагают медицину в государственных университетах это будет выше где-то две тысячи долларов три тысячи долларов гос университетах ну а в частных университетах понятно что еще выше будет оплата и конечно же предвосхищая ваш вопрос многие из вас спросят если в гане бесплатное высшее образование ответ таков нет в гане не существует бесплатного высшего образования будь это государственное образование или тем более частное образование то есть родители этих молодых людей платят за их учебу в университете и в то же время здесь многодетные семьи обычно это норма иметь 5-6 детей то есть вполне возможно что семья платит за нескольких детей одновременно за их учебу и родители находят деньги выучивают своих детей потому что верят что в будущем эти дети позаботятся о своих престарелых родителях и кроме учебы у молодых людей конечно есть другие интересы например неделю назад у нас проходила неделя спорта где были соревнования по различным видам и конечно же победившей команде достался приз и фото на память а играли они в баскетбол например благо что африканская теплая погода позволяет быть на улице на свежем воздухе также они играли в волейбол а еще некоторые занимались бегом но самый-самый популярный вид спорта здесь в Гане буквально с детских лет это конечно же футбол мне всегда удивительно видеть что играют в него и юноши и девушки и мальчики и девочки так например уроки физкультуры в начальной и средней школах сводятся в основном к игре в футбол где мальчишки а также девчонки в их школьных формах играют итак мои дорогие друзья подписчики в этом видео я попыталась передать атмосферу где и работаю я а это атмосфера добра тепла молодости где и коллеги и студенты ценят то что ты делаешь и в то же время это такая гармония природы и человека спрошу моих студенток кем же они хотят быть в будущем а Привет! Вы? Я Мевис Лототро. Как вы? Я очень хорошо. И вы? Я тоже хорошо. Спасибо. Мевис, вы на что уровне здесь? Пожалуйста, я на уровне 300. 300. Офер, что программа? Офер, компьютерный и аккаунтинг. Очень хорошо. Пожалуйста, что ваши будущие мечты? Что вы хотите стать? Я хочу стать одним из самых крупных entrepreneurs. Вау! Как вы? Я хорошо, спасибо. И вы? Я Клементина Усумани. Клементина. Вау! Левел? Левел 300. Офер 300. Пожалуйста, что программа вы предлагаете? Я предлагаю программу, компьютерный и аккаунтинг. Компьютерный и аккаунтинг. Вау! И я знаю, что у вас есть мечты. Да. Что у вас есть мечты? У меня мечты. Моя мечта, чтобы стать лучшим аккаунтингом и аккаунтингом в мире. И я хочу стать лучшим аккаунтингом в мире. И я хочу стать лучшим аккаунтингом. Продолжение следует...